За звонные колокола берутся в замок. Работает только кисть. Вадим стал звонарем случайно. Хотел помочь храму, в который ходил. Ему предложили освоить эту профессию. Учился в Институте культуры колокольному искусству. Его история началась пять лет назад. Конечно, курсы дают основы, но, как говорит Вадим, чтобы колокола зазвучали в руках мастера, нужно как минимум еще два года опыта. Сейчас он работает в разных храмах. Ощущение благодати, потому что это связь неба и церкви. Чего-то такого, чего раньше в моей жизни не было. Из учебного класса, где предстоит заниматься будущим звонарям, Вадим идет в колокольню Богоявленской церкви. Ее так до конца и не восстановили после Октябрьской революции. Первое, что получил этот небольшой храм – свой голос. Как правило, звонится от восьми колоколов. Большие благовестники, средние подзвонные и зазвонные колокола. Их слышно громче всех. Курсы звонарей в Спасо-Преображенском монастыре проводят уже второй год. Всем слушателям рассказывают, что должен знать и уметь человек, работающий в храме. Какой службе соответствует какой перезвон и в какой момент молебна и сколько раз должны бить колокола. Преподаватель, обучающий ребят теории музыки, он свою программу построил именно под колокольный звон. То есть это не просто сольфежи на фортепиано или пианино, какие-то нотки, еще что-то, такты, длительности. Это все есть. Но через призму колокольного звона. Ограничений для поступления на курсы нет. Прийти могут люди любого возраста, принимают и женщин. Но вовсе не обязательно, что все они, получив сертификат, и устроятся на работу. В первую очередь курсы предназначены для постоянных прихожан в храмах. Не у всех есть, допустим, певческие данные. Не все могут петь. Не все могут становиться батюшками. Или в монастырь уйти и служить Богу таким образом. Такого рода церковное служение, оно тоже имеет место. Уже 15 человек обратились в монастырь для того, чтобы записаться на курсы звонарей. Занятия для них начнутся в конце месяца. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».